Новостройка, недостройка. Именно так называют многоэтажку на юге Петербурга местные жители. В доме постоянный перебой с водой, электричеством и теплом. Официально объект сдан, но отделочные работы не закончены, а свободные квартиры и подвалы постепенно превращаются в места ночлега строителей, мигрантов и бездомных. Терпение жильцов лопнуло, и они с плакатами вышли на улицу, рассказывает Анна Ушакова. Все отапливаются обогревательными приборами. Соответственно, как стало холоднее, все увеличили мощность, и временный кабель не выдержал, взорвался. И люди просто решили выйти, перекрыть Ленинский проспект. Терпение собственников около 300 квартир лопнуло после того, как два дня они просидели без электричества, без горячей и без холодной воды. И это далеко не все претензии тех, кто уже заплатил за квадратные метры в многоэтажке, сданной застройщиком год назад. Квартира холодная? Нет. 12 градусов. Жалуются на тех, кто не против таких условий. Дом достраивают гастарбайтеры. Живут здесь же. Переселились вот в эти вот разбитые квартиры. В 12 ночи с матрасами, с котелками наши гости города шествуют до того, чтобы переночевать. Проходите сюда. Это яркие примеры общественного туалета. Бутылки непосредственно с мальчиками. А с наступлением холодов пришли сюда и те, у кого нет определенного места жительства. Приходится как-то своими силами жильцам организовать комитет самообороны. Бомжи сюда приходят ночевать. А это, в принципе, угроза жизни, потому что они начинают откручивать какие-то вентиляют, а все потом заливается. Заливает часто. Но вопросы пожаробезопасности собственников тоже серьезно обеспокоили. Вот, собственно говоря, натюрморт. По сравнению с этим все остальное, отсутствие обещанных отделки лестничных площадок, консьержки, по щеколотку затопленные подвалы и паркинг уже кажется второстепенным. Вот только все эти коммунальные услуги уже оплачены на полгода вперед. Переплата 9 тысяч 99 рублей. Выбитые стекла везде, грязь, мусор 295 рублей. Решительные заявления о пикете все-таки привлекли внимание к проблемам новостроя, которые сами жильцы называют заброшенным. Были проведены работы, и дом переключен на постоянную схему электроснабжения. До этого он был на временной схеме электроснабжения. В принципе, с этим были и связаны проблемы по отоплению, проблемы по водоснабжению. Правда, как проводились работы, если рабочую документацию нашли в одном из затопленных подвалов, непонятно. Достаточно большой объем документов. По идее, должен передаваться от того, кто производил строительство, застройщику. И в дальнейшем передается он управляющей компанией. Без этой документации нормально обслуживать дом невозможно. Собственникам только и остается, что гадать, не обернется ли периодическое протапливание периодическим затоплением. Соседние квартиры, которые не закрыты, там просто сняты радиаторы. Как они его подключат? Ни заглушек, ничего. Вопросов у жильцов вообще очень много. Как застройщик сдал, по их словам, недостроенный дом? Что нужно, чтобы все-таки достроили? И кто возместит моральный и материальный ущерб? Вот только пока все это выяснится, жизнь людям придется здесь же, в недостроенном новострое. Анна Ушакова, Роман Надеев. Место происшествия.